Всем привет! Вы смотрите Вокруг Спорта и сегодня мы вам расскажем историю одного спортсмена. Наш герой Виталий Аботин, заслуженный мастер спорта России по плаванию, который произвел курор на прошедших в этом году в Болгарии с Курдолимпийских играх. Субтитры создавал DimaTorzok В дистанциях 200 метров вольным стилем, 200-400 метров комплексным плаванием, а также в эстафетах 4 по 200, 4 по 100 комбинированным плаванием и 4 по 100 вольным стилем. Свою финальную победу на Курдолимпиаде Виталий одержал в заплыве на 100 метров вольным стилем. Кроме того, на дистанциях 1500 метров и 400 метров вольным стилем приморский плавец взял серебро. У нас план был просто выиграть все эстафеты и взять одну золотую медаль в личном. Я даже не задумывался там 5, 6, 7, 8. Я просто выходил на старт и выполнял свою работу, которую надо было выполнить. И все, чтобы 7 золотых, это мне даже 8 не снилось. А начиналось все для пловца в бассейне «Звезда» в родном Большом Камне, куда Виталий пришел заниматься вслед за своей сестрой. Он с детства любил плавать в море, потому и попросил маму записать его в бассейн. Тогда и представить не мог, что свяжет с ним всю свою жизнь. Только я говорю, как-то я вот, ну не для соревнований, а просто для себя похожу, так покупаю. Она говорит, нет, ты будешь работать серьезно. Полтора года я ходил в абонементную группу, так просто купался, изучал технику, там осваивал все азы плавания. Полтора года прошло, и начались вот, пока не тренировки, но уже такое небольшое совершенствование. И потом я уже перешел, по-моему, через 5 лет к Валерию Ивановичу Коробейникову. Он дал мне все самое нужное, что, как сказать, знал сам, поднял меня на уровень. В 9 классе Виталий вместе со своим другом Максимом Воиновым отправился в Арсеньев на краевые соревнования среди школьников. Там перспективных пловцов заметила Елена Перепелица, старший тренер сборной Приморского края по плаванию. Причем поначалу она обратила внимание не на Виталию, а на Максима. На несколько сотых секунд тот был лучше. Мальчиков пригласили в училище Олимпийского резерва. И к 11 классу они переехали во Владивосток. Плавал тренировался просто в команде Приморского края, как обыкновенный спортсмен. Мы тогда даже не задумывались о том, что он может среди спортсменов по слуху выступать. И где-то, наверное, в конце 10 класса он мне сказал, Елена Евгеньевна, вот так и так я там открывал протоколы по нашим спортсменам, которые по глухим выступают. А я там выигрываю. Я, говорит, даже занимаю первые места на Европе или на мире. Я сначала не поверила, честно говоря, серьезно это не восприняла. Потом он уже поступил в университет. Мы поехали, помнится, на какие-то соревнования. То ли это был Кубок России по нормальным детям. И там, это в Волгограде было. Я в Волгограде пыталась среди тренеров найти людей, которые занимаются со спортсменами глухими. Мне тогда сразу сказали, что вы делаете, куда вы лезете. Вы не представляете, насколько это тяжело с ними заниматься. Я говорю, вы мне дайте людей. Я уже там сама решу, кто, чего и как. Мне дали пару телефонов. Мы созвонились с Федерацией спорта глухих. И нам выслали приглашение на чемпионат России. И на первом же чемпионате Виталик у нас занял, по-моему, если я не ошибаюсь, шесть золотых медалей. И поставил, если тоже не ошибаюсь, сейчас я уже не помню, надо просто смотреть записи, пять или шесть рекордов России. У других тренеров к Виталию и Елене сразу возникли вопросы. Как так? Никому неизвестный приморский парень впервые приехал на соревнования и показал ошеломляющие результаты. Стали подозревать в обмане. Виталия отправили на специальную проверку слуха в Москву, в самый разгар чемпионата России, тем самым лишив возможности участия в еще двух дисциплинах, где он тоже мог претендовать на медали. Я общаюсь легко, хотя для слабослышащего это, можно сказать, ну неправильно, потому что я вырос в семье говорящий, у меня папа, мама, родители, сестра, ну свободно общаюсь, здоровые люди. И у меня и сестра тоже разговаривает спокойно. А когда прилетел на чемпионат России, все в основном говорят жестами. Ну, я уже четыре года сборной России, мне тоже приходится привыкать, потому что их же не доставишь говорить. Я взял медали, ко мне подходят и говорят, кстати, к моему тренеру подходят и говорят, ну, мы не верим, что вот такой спортсмен сильный, и он показывает такие результаты. Ну-ка давайте на проверку, может, просто аппарат одел и приехал. Вот. Ну, по-моему, два дня прошло, точно не помню. И меня сразу отправили в Москву, я с другим тренером поехал, ну, со своим меня отправили. И говорят, на этой проверке уже никак не обманешь эту технологию. Ты просто посидишь, там одевают наподобие шлема. Я там минут 10-15 посидел, меня проверили, и этот тренер говорит, все, ты проходишь. Я про себя, слава богу, все, началась жизнь. И жизнь действительно началась другая. Последовало приглашение в сборную. И в 2011 году на чемпионате мира по плаванию среди спортсменов с нарушением слуха в Португалии кандидат в мастера спорта Виталий Аботин завоевал две золотые и одну серебряную медали и получил звание заслуженного мастера спорта России. Неплохо для 18-летнего спортсмена. Сейчас он плывет выше уровня мастера спорта по нормальным спортсменам. То есть у него и среди нормальных спортсменов уровень достаточно высокий. Вот у нас есть Валера Гавака, он призер первенства Европы. Попал в сборную команду России, выезжал на Европу в эстафете. Он, конечно, сильнее немножко, чем Виталик. Но вот даже на тренировках на воде он составляет, Виталик, Валерий составляет очень приличную конкуренцию. То есть есть с кем потягаться. У меня есть сейчас цель, допустим, приблизиться. Ну, если получится выполнить, допустим, международного класса, это будет хорошо. Просто по здоровому. Я просто как-то к обычным людям немножко сторонюсь, потому что я среди них вырос. А так у меня была цель выполнить мастера и повыше подняться. Сейчас Виталий студент четвертого курса школы искусства, культуры и спорта Дальневосточного федерального университета. Плавает за альма-матер, край и российскую сборную. Тренировки два раза в день. Отдыха нет, даже по праздникам. Сейчас спортсмен готовится к чемпионату мира среди глухих и слабослышащих, который пройдет в США в начале января. Его главные конкуренты – пловцы из Италии, Польши, Японии, Бразилии и Китая. Интересно посмотреть, кто отдыхал, кто работал. Мне даже самому интересно, я пока ни с кем не переписываюсь, потому что я сам переживаю. Очень поздно начал тренироваться, где-то месяца полтора назад. Мы прилетели из Украины, там был чемпионат мира по морскому пятиборью. Я боялся, что месяца два с половиной мне не хватит. Но сейчас пока в форму вошли, в принципе, этого хватает. Я всю жизнь всегда шел под одним лозунгом. Поставил цель, иду к ней. Я вообще где-то, то ли мне кто-то сказал, то ли я где-то прочитал. Одна пропущенная тренировка – это два шага назад. Одна тренировка выполненная пропула – это один шаг вперед. И так постепенно идти до цели. Сразу ничего не бывает. Все идет через упорную тренировку, через месяцы, годы тренировок. Но этого можно добиться, если прям хочется захотеть. Так что лучше никогда не сдаваться. Ну, такого спортсмена у нас вот Штыль, да, Ваня? И вот Виталик. Таких крупных в крае, наверное, больше нет. Вот, поэтому, естественно, коллективы все за него, болеют все за него. А так мы ему благодарны. Он действительно очень ответственный спортсмен. Может быть, кого-то из вас вдохновит история нашего героя, который доказал, что ничего невозможного нет. И каждый из нас – творец своей судьбы. Вы смотрели программу «Вокруг спорта». До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова